Могу продолжать. Добрый день всем, кого заинтересовал наш вебинар. Спасибо большое, что пришли. Мы очень надеемся, что вам с нами понравится, информация будет актуальной и полезной. Вижу, что народ еще подтягивается, это хорошо, поэтому я сделаю свою вступительную часть и дальше уже точно все подключатся на самую интересную часть нашего вебинара, на выступление наших спикеров. Меня зовут Виталий Сафанюк, я отвечаю за проектную деятельность и развитие продуктового портфеля в компании CloudFresh. В CloudFresh мы специализируемся на продаже и интеграции облачных решений, в том числе Asana, которые помогают бизнесу повысить эффективность работы, уменьшить затраты на обслуживание эти инфраструктуры и оперативно внедрять инновационные продукты для укрепления лидерских позиций на рынке. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или если вы как раз в поиске решения для лучшей координации ваших процессов, ваших команд, либо вашей компании, оставляйте свою заявку на консультацию, мы с радостью вам поможем. Перед тем, как я перейду к плану нашего вебинара, Хочу попросить вас написать в комментариях, какую функцию вашей компании вы представляете и какая тема, касающаяся нашего вебинара, вам наиболее интересна. Это поможет нам понять аудиторию и, возможно, получится сделать акценты согласно ваших пожеланиям. Итак, давайте вернемся к нашему вебинару. Я представлю вам наших уважаемых спикеров. Первым презентует свой кейс Игорь Лысенко, бизнес-аналитик государственной компании «Медзакупки Украины». Игорь расскажет об особенностях закупок лекарств и медизделий в государственном секторе, об организации внутренних процессов в закупах и трекинге, а также о процессах рекрутинга в компании. После Игоря выступит Алексей Шевченко-Корженецкий, коллега Игоря по «Медзакупкам Украины», IT-девелопер. Алексей покажет, как создавать задачи из Телеграма в Асана с помощью Асана API и трекинга статусов заданий через чат. После блока коллег из «Медзакупок» выступит Дмитрий Бобриков, CTO в компании Ортек, который поделится опытом реализации проектов с использованием Асана как инструмента для планирования и контроля. После того, как наши спикеры выступят, у нас будет блок вопросов и ответов, где вы, наши уважаемые зрители, сможете задавать свои вопросы, а мы с удовольствием вам будем отвечать на них. Также очень важно, что за лучшие вопросы мы разыграем призы, поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы, и мы надеемся на максимальный интерактив в нашем вебинаре и на активность с вашей стороны. Я надеюсь, меня все это время было слышно? Игорь? Да, все отлично. У нас внутренние чатики пишут, что меня не слышно. Это, видимо, было до этого. Я думаю, я стараюсь так рассказываю. Хорошо, давайте приступим. Игорь, вам слово. Всем доброго дня. Меня зовут Игорь Лусенко. Я бизнес-аналитик у Державного підприемства Медичных закупилей Украины. И хотел бы поделиться с вами, как в нашем предприемстве организована работа с тест-менеджером Асана. Сегодня я на прикладах демонстрирую рабочие процессы разных наших подразделений и взаимодействую их с Асана. Я хочу подякувать нашим донорским организациям за допомогу отбороджения Асана и поддержку других проектов. Ну, давайте начнем. Департамент закупилей Украины – это центральная закупилейная организация в Украине, которая сейчас выполняет закупилей за централизованными программами МОЗ та сопроводжують деякі інші процеси, повязані з обліком медпрепаратів в Украине. В обов'язки організації входить також збір потреби у медпрепаратах, контрактування постачальників, проведення логістичних процедур та контроль залишків. При плануванні та проведенні закупівель дуже важливо накопичувати інформацію щодо кожної закупівельної одиниці задля контролю і покращення закупівельних практик по кожній номенкотурній позиції. Медичні закупівлі не є тривіальним процесом і мають безліч факторів, які треба враховувати. Задля цього нашими спеціалістами в Асана були розроблені кирпки медпрепаратів, які є спеціалізованими, мають купу підзадач, відповідають за дії, які були пророблені з певною закупівлею. Давайте поглянемо це на прикладах. Зараз я буду показувати цей екран. Так, чи видно мій екран, колеги? Так, давайте почнемо. Проєктна закупівель у нас проводиться в спеціалізованому дашборді. Кожна окрема закупівля у нас є така штука, як міжнародна патентована назва. Міжнародна патентована назва – це окрема одиниця медична діючої речовини, яку ми закупаємо у складі якогось препарату або лікарського засобу. Кожну таку закупівлю ми, можна сказати, шаблонізуємо і робимо у ній деяку кількість підзадач. Кожна з підзадач відповідає за дії, які ми робимо з певним тендером. Всі тендери, які проводять медзакупівлю, хочу зазначити, проходять обов'язково через майданчик Прозора і є видними для всіх використовувачів мережі інтернету. Якщо ми подивимося, наприклад, на дану закупівлю, це карта даної закупівлі, ми можемо побачити, які дії з неї були, які документи підкладались, які коментарії є від різних співробітників. Накопичуємо цю інформацію щодо дат закриття підзадач, щодо дат дедлайнів, щодо відповідальних учасників і відповідальних за певні дії співробітників. Ми також бачимо посилання на тендери і так далі, бачимо додаткові теги, які допомагають потім фільтрувати по необхідним напрямам медичних закупівель ці закупівлі, для того, щоб було більш зручно це дивитись і більш зручно це потім переглядати. Також є хвилі оголошення, відповідальні особи і багато-багато чогось. У нас, станомо зараз, в державне підприємство медичних закупівлі України закупляє близько 500 різних номенкратурних позицій медичних товарів і медичних виробів. І для кожного з них існує така віртуальна хардка, на основі якої в кінці року робиться аналіз щодо діяльності певного закупівельника або щодо діяльності підготовки до закупівельних організацій. І таким чином ми маємо накопичну аналітичну інформацію, з якою ми можемо піти в наступний рік і більш якісно проаналізувати підводні камені, які можуть стати з медичними закупівельнями, а як я вже сказав, вони досить спеціфічними. І ми відносимося до кожного з тих закупівель більш таким проєктним чином. Це те, що стосується наших централізованих програм. Також хочу зазначити, що зверху колонки це у нас також статуси, по яким йде закупівля. Це оголошення, оголошено, розкриття пропозицій, кваліфікація, тендерний комітет і так далі. Тобто всі ці етапи у нас ці картки проходять. І потім в кінці кінців можна цю інформацію побачити у такому комплексному варіанті. Зараз цей інструмент, якщо на початку, от хочу додати від себе, якщо на початку цей інструмент, він вважався таким дублюванням якихось дій, речей або що, зараз цей інструмент є паличковою ручалочкою для багатьох з наших співробітників. І вони можуть повністю всю хронологію публікації тендеру побачити у себе на дашборі. Це щодо першого. Давайте продовжимо. Хотів би розповісти не тільки про процес закупівлі, а й про інші процеси, деякі процеси, які у нас автоматизувалися за допомогою саме. Наступний процес – це процес рекрутингу. У нашому підприємстві, взагалі, процес рекрутингу державного підприємства – це досить бюрокритична річ. І необхідно підтратувати велику кількість документів, робоче місце за всіма нормами, надати електронну пошту, вогіни, переволі від різних сервісів, систем, для оформити всю необхідну паперову великиту. Але в цьому процесі дуже важко загубитись і прогавити якусь невеличку деталь. Від цього залежить від того, як якісно ми підготуємо робоче місце для нового співробітника, залежить, наскільки він швидко адаптується на робочому місці і, взагалі, почне працювати і приносити якісь результати для компанії. Для цього ми розробили картки рекрутингу для співробітника. В ній детально прописані всі кроки, які мають виконати всі співробітники ДП, по, так сказати, інтердакції нового співробітника. І зараз я вам це продемонструю. Коли у нас з'являється новий співробітник, наша HR створює таку шаблонізовану картку. Я тут ввів тест для того, щоб чийсь дані не використовувати особисті. Створиться така картка. Картка має ту кількість підзадач, яка по факту є у наших співробітників по адаптації нового співробітника. Також зазначається ім'я на англійському нового співробітника, для того, щоб ми одразу змогли створити йому корпоративний мейл. І додаткова інформація, такі як номер телефону, перший робочий день, і ще додаткова інформація. Завдяки цьому ми можемо в тиждень, коли ми отримуємо цю інформацію, зробити всі обліпові записи на співробітника, то це додатково призначити якомусь людину на виконання, і всі будуть бачити в режимі онлайн статус підготовки робочого місця для нового співробітника. Таким чином, всі останні такі рекрутинги проводились взагалі без проблем. Всі моменти, всі нюанси були учитані, і так як наше підприємство в наступному році буде дуже сильно рости, для нас це є дуже таким великим плюсом, тому що ми налаштували процеси вже на наступний рік під нові рекрутинги, і будемо цим, звісно, користуватись. Також хотів додати, що такий же дашборд ми маємо для звільнення співробітників, також маємо підготовку, тому що також цей процес, цього процесу не потрібно, ми не маємо випустити якусь деталь, тому що інформація має залишатись в рамках підприємства, всі речі державні мають залишатись в рамках підприємства, я думаю, також і в комерційніх компанії це є досить важливим нюансом. І останнє, що я б хотів показати, взагалі, хотів би поговорити про проєктні задачі і про проєктні підходи у роботі. Проєктний підхід у нашому підприємстві – це, скоріше, звичність, ніж щось унікальне. І співробітники підприємства приймають участь у проєктах, як МОЗ, так і міжнародних організацій, Світового банку, Міністерства цифрової трансформації, РНБО, впроваджує внутрішні проєкти, такі як, наприклад, телеграм-боти, чат-боти і так далі, те, що розкаже мій колега Олексій, і взагалі ДПМЗ участь у великій кількості державного рівня проєктів. Для того, щоб не зробитися в цих проєктах, ми створюємо під кожен проєкт окремий дашбок, створюємо окремі таймлайни, якщо це потрібно, або для того, щоб більш якісно менеджити всі додачі в якомусь проєкті. Для того, щоб залучати також, як і не співробітників, позаштатних якихось фахівців з інших організацій, ми якраз робимо дані дашборди. Ось на прикладі дашборду по вакцинації. Хотів би таймлайну по вакцинації. Така задача стояла на початку року. Ви, напевно, всі маєте трошки розуміти, що тут буде знаходитись, але я буду розповідати більш детально. Взагалі, наше підприємство займається логістикою вакцини, і для цього ми мали розробити певний функціонал на початку, на першому кварталі цього року. Для того, щоб скоординуватись з співробітниками з інших підрозділів, з інших організацій і взагалі з іншими фахівцями, ми розробили такий таймлайн, який показував взаємозалежності між задачами, який робимо ми, робимо наші контрагенти, або роблять наші колеги. І завдяки тому, що ми якісно це організували, ми, в принципі, все наситили інформацією, також це динамічно оновлювали, ми могли знати певний момент, на якій стадії у нас знаходиться проєкт, ми могли про це прозвітуватись, керівництво могло побачити, наскільки динамічно ми це все робимо, і, звісно, всі співробітники знали, де шукати потребну інформацію. Ось, наприклад, візьмемо певний процес, ну, наприклад, влаштування щоденного звітування, і ми маємо тут підвантажені файли. Ми маємо підвантажені файли у кожній задачі даного таймлайну, для того, щоб ми не губились у процесі менеджменту задач з даного проєкту. Ось я хочу вам трошки повізуалізувати більше, наскільки ця задача була дуже насичена взаємозв'язками, і інструмент таймлайна саме став нам дуже хорошим паличковим рачалочком. Завдяки ньому ми змогли саме зробити це в такому вигляді, все динамічно змінювати, насичувати інформацію, і користуватись тим в режимі багатьох користувачів, і не тільки користуючих нашого підприємства, а й користуючих поза ним. Також по проєктній роботі у нас взагалі є дуже багато інших ташбордів. В принципі, під кожен проєкт є окрема специфіка, окрема спеціалізація, тому якщо буде цікаво, якщо покличуть, будемо ще розповідати. Але на даний момент я розказав все основне, що хотів би до вас донести, що наша організація є однією з таких, які зараз змінюються разом з всією інформаційною картиною у світі. І хотів би передати слово своєму колезі Олексію Шевченко-Корженецькому, для того, щоб він більше розповів про технічну частину, яка у нас є в державному підприємстві, і взаємодію з чат-ботами, взаємодію з АПІ і так далі. Льоша, будь ласка, тобі слово. Доброго дня. Мене звати Олексій Шевченко-Корженецький. Я ті-девелопер в державному підприємстві медичної закупівлі України. В рамках нашого щоденного робочого процесу ми обробляємо гігабайти даних. Це інформація про закупівлі нашого державного підприємства, логістика, ліків та вакцин, залишки та потреба лікарин в ліках. Саме тому однією з цілої програми розвитку IT-інструментів є максимальна оптимізація та автоматизація робочого процесу. І в цьому нам допомагають інтеграційні інструменти. За допомогою автоматизованої взаємодії між системами нам вже вдалося зекономити як мінімум сотні людей на годин. Одним з прикладів є процес постановки задач. За нашими підрахунками, близько 60% задач формуються в процесі спілкування між членами команди в месендж. Але через те, що не завжди зручно відразу відкрити асаму і створити задачу, деякі деталі задачі постійно втрачаються. Тому ми вирішили налашувати створення задач безпосередньо з телеграму. Все, що нам потрібно, це просто виділити потрібні нам повідомлення і переслати в телеграм-бот. Ми підпишемо заголовок задачі до цього всього. Заголовок до повідомлень, який згодом стане заголовком задачі. Після чого нам з випадаючого меню дозволяється вибрати, на кого ми хочемо присвоїти це завдання. Натискаємо і через декілька хвилин от дасть нам повідомлення, що задача була створена. Ця вся операція займає близько 10 секунд. Переходимо в асану і бачимо, що задача з описом і прикріпними файлами була створена. Тепер ми можемо бути певні, що жодна ідея не була втрачена. Ще одним викликом для нас була оптимітизація роботи по обробці задач відділами категорійного менеджменту. Логістики та супровододоговорів, які оброблюють інформацію про закупівлі на кожному етапі. По кожному предмету закупівлі вони мають задачу з підзадачами по кожному етапу процесу закупівлі. Ми налаштували інтеграцію асани з нашою внутрішньою системою для обміну даними. Задачі в асані передаються дані, які ми отримуємо з зовнішних джерел, наприклад, з Прозора. А забираємо з асани вже дані про ефективність роботи по кожній закупівлі. Також з часом, коли кількість задач в асані минула відмітку в 10 тисяч, у нас виникли складнощі з резервними копіюванням даних, оскільки такий об'єм було неможливо вивантажити стандартними засобами. Тому за допомогою інтеграції пати ми щотижня робимо бейкапи всього архіву задач. В мене все, дякую. Олексій, дякую за ваш спіч. Ігор, вам також було реально цікаво побачити, як державне підприємство в таких масштабах координує свої процеси через цифрові інструменти. Олексій, у мене коротке питання. Ви спочатку показали інтеграцію з Телеграмом. Вона у вас працює в односторонньому порядку з Телеграму-васану? Чи також можна відслідковувати рух задачі по проєкту, наприклад? Так, у нас був раніше такий функціонал, який повідомляв нам, коли статус певних завдань було змінено. Але я так розумію, ви відмовились від цього. Достатньо просто... Він у нас є, але на презентації ми його не демонструємо зараз. Я зрозумію. А, але він є. Ну круто. Ви тіло тексту пересилаєте васану, і таким чином ви знімаєте ось дублювання, копіювати, переходити на іншу сторінку, так, створювати задачі. Копіювати, прикріплювати файли. Це все робить бот самі з нас. Круто. Круто. А яким чином, якщо в двох словах, ви взяли API Телеграму та API Асани і написали якусь логіку на Middleware, так? Так. В Асанній апі є документація досить таки проста, і з допомогою неї це було не дуже складно зробити. Круто. Коли є API, то це спрощує життя, так? Так. Можна інтегрувати усе з усим. В тому числі і з бізнес-аналітикою, як ви казали. Круто. Дякую вам. Ігоре, якщо можна повернемося до вас, є питання, яке прямо вам адресоване. Скажіть, будь ласка, як змінилися розорість закупівель з впровадженням IT-послуг? Так. Дуже слушне. І взагалі, актуальне запитання. У нас в одній з цінностей підприємства є прозорість у сфері закупівель. Тому IT-інструменти у нас слугують таким інструментом для того, щоб не тільки підвищити прозорість, а й підвищити інфективність, накопичувати звання і так далі. Якщо ми кажемо саме про прозорість, якщо ми кажемо саме про Асана, Асана допомагає зараз зробити всі закупівлі, інформацію по всім закупівлям в такому досить, вискому для читання форматі. Інформація накопичується. Тобто, якщо якась термоконтролююча організація захоче побачити і нашу діяльність у таких жорстких рамках, у часових по датам або по дням і так далі, вони можуть це побачити через наш інструмент Асана, тому що там все актуально оновлюється, цю інформацію можна побачити, цю інформацію можна ставити вигляді звітків і так далі. Якщо ми кажемо взагалі про підвищення прозорості нашого підприємства якими інструментами, ми можемо вказати наш основний інструмент, який зараз є, цим ендатам. Завдяки цьому інструменту ми обмінюємося інформацією з контрагентами, обмінюємося це у форматі такої електронної взаємодії через цю систему. І завдяки тому, що ми стараємось і максимізуємо взаємодію з системами, ми робимо всі наші кроки прозорими. Всі наші кроки можна прочитати, можна побачити, можна їх, можна так сказати, відчути. І при будь-якій взаємодії з любою інформаційною системою, ми залишаємо такий інформаційний слід, який потім можна буде побачити і подивитись, наскільки прозором ми діяли. Це така ініціатива у нас, в принципі, зараз дуже сильно розвивається. І кожного року ми покращуємо наші інформаційні інструменти, як в плані таких інструментів сталих, у яких функціонал вже розроблений, такий як Асана і інші інструменти, а також і в бік наших власних інструментів, такі як Меддата і інші інструменти внутрішнього користування. Дякую за запитання. Ігор, вам дякуємо, що розгорнуто відповіли на нього. Дякуємо за ваш спіч, Олексію, Ігорю. Було дуже цікаво, дуже змістовно. І ми вам бажаємо успіху у ваших справах, щоб це було так, як найкраще. Дякую за перегляд. Дякую за перегляд. Дякую за перегляд. Добрый день. Щас, момент. Слышно мене там? Да, Дмитрий, слышно. Хорош. Окей, хорошо. Меня зовут Дмитрий, я CTO Ортик, или более приземлённый руководитель IT-отдела или IT-директор, как кому удобно. Сегодня я хотел бы вам показать о том, как мы начали использовать Асану, что мы смогли с её помощью реализовать и как бы некоторые выводы о использовании Асана. Значит, перед тем, как мы приняли решение использовать данный инструмент, у нас стояла такая цель о том, чтобы иметь какой-то инструмент, в который мы можем ставить задачи и контролировать процесс их выполнения и в дальнейшем просматривать историю, как бы что, зачем мы делали, к какому результату оно привело, какие задачи ставились. И впоследствии у нас такой опыт вылился в то, что на данный момент мы ведём наши проекты в Асане. Мы являемся коммерческой организацией, мы специализируемся на продаже, на оптовой розничной продаже строительных материалов. И, скажем, это такая определенная специфика каждого бизнеса в том, что всё быстро меняется, и разные проекты в разное время нужно, скажем, быть адаптивными, и благодаря Асане любые проекты, которые мы придумаем, мы можем их реализовать, чётко проконтролировать от начала и до конца. И в дальнейшем это также привело к автоматизации некоторых процессов внутри компании. Сейчас более подробнее об этом расскажу. Асаной мы пользуемся два года, в декабре два года. Целый год мы пользовались тарифом Basic, бесплатный тариф, там до 15 пользователей, с достаточно неплохим функционалом, но в определенный момент мы хотели попробовать больше и как-то более глубоко внедрить этот инструмент Асана, поэтому мы начали использовать премиум тариф, и всё это время мы, скажем, сами пытались двигать этот инструмент. И потом, скажем, чудесным таким образом мы познакомились с компанией CloudFresh, которая является, как правильно Виталий вас назвать, посредником между Асана и конечным каким-то потребителем. Ребята оказывают поддержку в интеграции, в введении, и как бы для нас это стало таким переломным моментом, когда мы увидели, что мы можем использовать Асану по-новому, более глубоко и более результативно. Переломным моментом стал подобный вебинар, как сейчас, когда был раскрыт кейс Асана плюс SoftServe, достаточно крупная IT-компания, и после этого мы определились, действительно, сколько нам пользователей надо в Асане, для чего оно нам надо, что мы будем в ней делать, что мы не будем в ней делать, тоже было определено, скажем, в этот момент, и мы перешли на тариф бизнес, и я более подробно по функционалу чуть дальше расскажу, как бы на каком этапе, чем мы пользовались. На данный момент в Асане у нас заведено 190 проектов. Эта информация вся взята из админ панели Асана. 190 проектов различного направления. То есть мы используем Асану как информационный ресурс. Некоторые сотрудники отделы собирают туда информацию для того, чтобы она хранилась где-то в каком-то агрегированном виде, и можно было всегда к ней обратиться, найти и воспользоваться. Также используем его для каких-то плановых проектов, что-то хотим реализовать, или где-то у нас какой-то проект есть, который постоянно меняется, и все задачи по этому проекту, они именно в нем. То есть проекты различные. На данный момент у нас около 5000 задач, которые были поставлены и выполнены в самой Асане. По статистике из админ панели, самые активные у нас есть 5 отделов, которые пользуются Асана. У нас их больше, но статистика выдает 5 конкретных. Это первый IT-отдел. На IT-отделе мы реализовали хеллдеск с помощью форума с логическим ветвлением. В дальнейшем я вам покажу уже конкретно на примере. Сейчас расскажу, что сам функционал этот нам был доступен еще на премиуме. Мы тогда попробовали, но оно вообще не зашло. Мы переключили на бизнес, где появился процесс ветвления, и благодаря этому мы смогли упростить много раз саму логику обращения в IT-отдел. И таким образом хеллдеск наполняет определенный проект, и все потребности наших сотрудников в большинстве закрываются очень оперативно. Далее мы используем Асану в IT-отделе для разработки наших внутренних продуктов. У нас есть команда разработчиков, которая постоянно трудится над разными полезными фичами для нас, и контролировать это все дело нужно. И благодаря Асане мы ведем автоматизированный контроль разработки с применением правил. В дальнейшем я продемонстрирую этот результат, чего мы добились. Также мы используем функционал отчетности в Асане для того, чтобы контролировать результативность наших разработчиков. Далее. Юридический отдел у нас использует Асану очень так крепко и сильно, особенно функционал ее накопления информации. Ребята создают просто под каждую задачу, под задачу какого-то конкретного контрагента и наполняют все документальные материалы по этому контрагенту в этой задаче. Как бы очень удобно. Раньше у нас подобного не было, то есть люди хранили что-то на локальном компьютере, что-то в Google диске, и на данный момент нам удалось его собрать как бы в одно место, и очень хорошо оно работает результативно. Результативно. Удобно. Любой, кому нужно дать доступ, может зайти посмотреть, и кому не нужно туда доступа, это все можно закрыть благодаря функционалу Асане. В дальнейшем мы HR-дел полностью перевели на использование Асана. Все процессы HR-дела от заявки на какую-то конкретную должность до поиска там кандидатов, собеседований. То есть все у нас планируется через Асану. Очень сильно они используют формы вместе с кастомными полями. Если там зайти и посмотреть, там такая полоса очень широкая из кастомных полей, благодаря опять же функционалу Асаны нам удалось в табличной такой части видеть все необходимые данные, которым нужен быстрый доступ, без перехода и без поиска долгого и нудного каких-то документов. Далее финансовый отдел у нас использует Асану для постановки задач внутри своего отдела. Определенные планирования бюджета у нас тоже происходят через Асану. И также знаю, что ребята там же записывают свои планы на инвентаризации. Так как мы коммерческое предприятие, мы занимаемся продажей определенных товаров, и момент инвентаризации очень важный. Благодаря Асане мы можем его четко сделать декомпозицию, чтобы у нас все было объято инвентаризациями, и на какой-то конкретный этап мы могли видеть, что вот все закрыто, и есть определенные результаты. Также нам удалось частично бухгалтерию подсадить на Асану, кроме их специализированных программ. Как бы частично, а не полностью, это больше момент взаимодействия с HR-оделом в плане найма, в плане приема в штат сотрудников, в плане увольнения, и там сбор необходимых документов. То есть на каждого сотрудника также заводится карточка в виде задачи, и она наполняется документами, которые необходимы были при приеме и при увольнении. Это не все отделы, которые используют Асану. У нас еще есть там отдел маркетинга, отдел коммерции. Они больше используют ее в плане взаимодействия. И также есть такой вывод по этому всему, что Асана в нашей компании больше всего используются руководителями отдела, которым нужно четко понимать статус ихних проектов, иметь инструмент для планирования и возможность контроля каждого проекта. То есть держать руку на пульсе – это всегда очень важно. За это все время, которое мы использовали Асану, я хочу выделить таких три вывода. Первый – Асана гибкая. Во множестве презентаций и даже в документации показывается такая иерархия, не знаю, как правильно сказать, диаграмма о структуре Асаны, что есть организация, есть команды, есть задачи, в задачах есть подзадачи и комментарии. И благодаря этой структуре и функционалу каждой из этой сущности любой бизнес, любая компания, любая команда может свою модель реализовать. То есть плюс Асаны в том, она не заставляет тебя действовать по какой-то конкретной модели, но позволяет благодаря своему функционалу реализовать твою личную модель с некоторыми плюшками в автоматизации, интеграции и тому подобное. Следующий вывод – это процессы. Процессы – это то, что очень важно для того, чтобы компания результативно работала и результаты достигались более понятным и явным способом для всех. Есть процессы, и благодаря Асане их можно стандартизировать и автоматизировать и направить всех сотрудников по определенным процессам, по определенному алгоритму и никак иначе. То есть это достаточно большой плюс, когда у тебя нету подобных инструментов и у тебя в одном инструменте множество закрывается потребностей. И следующий такой провокационный пункт подходит для больших и маленьких. Сколько не видел различных компаний на презентации у Асана, у CloudFresh про Асану, компании различного формата, различного масштаба, с разным количеством сотрудников и разной глубиной интеграции именно в саму бизнес-логику. И в этом такой интересный вывод о том, что когда ты используешь хороший инструмент, то твой результат, соответственно, растет. Поэтому я бы хотел дальше перейти к презентации того, как все-таки мы на практике используем Асану. И я хочу вам продемонстрировать первое, как мы построили работу в сегменте разработки наших программных продуктов. На примере проекта по разработке Android-приложений. Мы стараемся придерживаться методологии Agile, гибкой разработки. Скажем, каждая компания по разработке по-разному представляет сам процесс. И примерно схожие этапы у каждого есть. И благодаря Асане можно подвести твой процесс разработки к твоим этапам конкретным. То есть то, что я уже говорил, она является гибкой и не заставляет тебя действовать по определенной модели. Ты сам задаешь модель. На данном экране я могу показать о том, что модель наших проектов, она разбита на таких пять основных секций. Это постановка задачи, очередь, работе на проверке и релиз. Соответственно, за каждой секцией у нас в нашем случае закреплен один ответственный человек, который отвечает за введение этих задач и переход на следующий этап. Переходы на следующий этап у нас происходят автоматически при выполнении задачи в каком-то конкретном этапе либо при перемещении ее между самими секциями. То есть можно как просто взять, переместить какую-то задачу в очередь. Соответственно, сработает определенное правило, заранее настроенное. И, скажем, оно уже пойдет по процессу тому, который настроен чисто для этой секции. Для примера я хотел бы показать два правила в секции в работе, когда мы отправляем, когда разработчик сделал какую-то задачу, и он должен отправить ее на проверку. То есть очень простое правило. В общем, на один проект, если вручную быстро настраивать, и ты знаешь о том, что конкретно тебе надо, какие этапы, что должно подставляться, и уходит около 30 минут. Но также можно с помощью шаблонов копировать правило, но это другой разговор. Правило очень простое. Мы добавляем триггеры. Триггеры – это определенные события, которые происходят. И по результату этих событий мы добавляем какие-то действия, что должно произойти. Например, по выполнению всех этих триггеров, когда мы или переместили эту задачу в работу, или пометили, что задача находится в секции в работе, и она выполнена, она автоматически помечается, что она не выполнена, переносится на следующую секцию, на проверку, назначается мне, и назначается по времени, что надо проверить сегодня. Достаточно просто. Все эти моменты можно менять. Можно менять, чтобы дать больший срок на проверку, либо изменить человека, кому она назначается, либо снять вообще назначение. Но это все в зависимости от потребностей. И второе подобное ему правило, когда мы конкретно переносим какую-то задачу с одной секции на другую, тут уже действует правило, любой из этих триггеров должен сработать. Либо мы перевели его на эту секцию, перетащили мышкой, либо мы изменили поле Stage. Поле Stage — это кастомное поле, доступ к которому открывается с премиум-версией. Можно использовать кастомные поля. Очень классная штука, я дальше о ней чуть подробнее расскажу. То есть либо мы меняем кастомное поле, либо мы переносим секцию, и опять же у нас происходит приблизительно то же самое. Мы задаем определенные параметры в плане, что он находится на секции на проверке, устанавливаем ему поле Stage, что он на проверке. Stage — это кастомное поле. Помечаем, что оно не выполнено, и назначаем кому-то эту задачу, ответственному в этой секции, и указываем, когда он должен закрыть эту задачу. Далее я хотел бы еще показать более по кастомным полям. То есть когда мы устанавливаем задачу, нам важно знать ее приоритетность. Мы для себя выделили там три параметра приоритетности. Опять же, Stage — это нужно будет для отчетности в дальнейшем, и перейдем к этому. То есть конкретный стейдж — конкретный этап, на котором эта задача на данный момент находится. Тип этой задачи — это не особо важно для отчетности, это более важно для разработчика понимать, ему надо что-то или новое создавать, или исправить уже существующее. Версия приложения, в которой эта задача должна быть реализована. И кастомное поле — количество часов, сколько разработчик по итогу потратит на нее. Все эти данные мы потом будем выгружать в отчетность и смотреть некую результативность по разработчикам. Дальше еще полезный функционал, который мы используем, это по-русски «Согласование», он называется в переводе, а в версии английской — это «Feedback». То есть мы конкретно можем на документы формата PDF, картинки, возможно, еще какие-то не готов сказать, но на PDF точно и на картинки устанавливать какие-то конкретные метки. Например, мы выделили какую-то область и сказали, что тут там формат даты. Поменять формат даты. И уже разработчик, когда зайдет в саму задачу общую, увидит более подробное описание того, что ему в действительности надо поменять. Все это отображается потом в общем доступе в комментариях. Все одинаково видят эту картинку, могут зайти и увидеть, какая задача конкретно к какой-то строчке или какой-то табличке относится. То есть именно так вот мы реализовали сам процесс разработки. Дальше я бы хотел показать процесс отчетности. То есть помимо того, что разработчики делают какую-то работу, они работают над разными проектами. Один разработчик может быть на нескольких проектах, и нам важно мерить, сколько разработчик какому проекту уделил по времени и по задачам, и на каком этапе находятся те задачи, которые конкретно ему были поставлены. В нашем случае этих показателей достаточно для того, чтобы определить его результативность. Тут в этом отчете видно три таких чарта, три графика. Они в разрезе трех разных проектов. Видно, сколько какому проекту было уделено времени по количеству задач. То есть видно конкретный человек, конкретный проект, сколько в нем было задач поставлено, сколько задач на данный момент и есть по разным статусам, и сколько времени было потрачено на реализацию задач в этих проектах. В принципе, тут богатый еще функционал для того, чтобы его увеличивать и, скажем, расширять, но это уже по потребностям каждого бизнеса, это уже очень индивидуально. Также я говорил о том, что я покажу сам процесс с хелп-деском, как мы реализовали форму с логическим ветвлением. У нас есть проект IT-взаимодия. Это проект, в котором собирается, накапливается какие-то определенные обращения от наших сотрудников, и сюда они попадают посредством заполнения сотрудникам формы. Для того, чтобы ее заполнить, достаточно сотруднику скинуть форму, либо расшарить ее, скажем, какой-то общий чат компании, чтобы любой мог ее нажать. Формы могут заполнять те люди, которые получают ссылку, и давайте уже более конкретно по самой форме. То есть в форме есть возможность установить какие-то обязательные поля, например, тут фамилии, отчество, саму приоритетность, чтобы человек, который подает запрос, он оценил. И далее мы уже переходим более к функционалу ветвления. То есть у нас могут быть обращения по различным причинам. Соответственно, когда какой-то сотрудник обращается по какой-то конкретной причине, нам для решения этой задачи или этого обращения нужно конкретно знать какие-то данные, которые именно для этого решения важны. Например, когда мы хотим когда какой-то сотрудник подает запрос на решение какой-то задачи с мобильным приложением, он обязательно должен указать, что установлено приложение или не установлено. Если установлено, у нас появляется поле операционная система и выбрать, на какую операционную систему установлено. Дальше, какой клиент взаимодействовал с приложениями и возникла у него проблема. желает ли клиент получить обратную связь, возможность добавить фото и видеоматериалы, написать какое-то текстовое в свободной форме и выбрать дату актуальности этого вопроса. Но если мы пойдем, скажем, тут другим путем и выберем, например, тут обладнание, то есть оборудование, как бы всех этих полей предыдущих, но они не имеют смысла. Они имеют смысл только для приложения и они там нужны. И в дальнейшем идет совершенно по другой логике. Выбирает, там нужно ему поменять что-то, вводит, где это находится, что конкретно надо поменять, что случилось и, соответственно, дату самой актуальности. Это уже результат. Давайте я больше покажу о том, как это выглядит в самом интерфейсе Asana. У нас есть стандартный редактор формы, в котором в правой части мы можем выбирать определенные элементы, с которыми будет взаимодействовать пользователь. И сама логика ветвления, она реализуется в плане такого дерева. В зависимости от предыдущего результата будет, скажем, будет выбрана определенная ветка и в этой ветке уже будет действовать своя логика. Саму связь между выбранным свойством и веткой мы видим в правой части о том, что на этот опшен, на это свойство уже назначена какая-то логика, определенная ветка. И в дальнейшем как бы в каждой ветке можно увеличивать и увеличивать эту логику, ну, в зависимости от потребностей. Это намного удобно. Этот функционал, он стал, с логикой, он стал нам доступен в бизнесе, потому что в премиуме мы попробовали это реализовать, как бы, и мы подумали, это нам получается на каждую тип задачи надо отдельную форму создавать, и это было слишком неинтересно, и в итоге мы перешли на бизнес и реализовали все в одной форме, дали одну ссылку, и если есть какая-то потребность у сотрудника, он себе с легкостью заходит и излагает, в чем он нуждается. На этом у меня все, Виталий, передаю вам слово. Да, Дмитрий, большое спасибо за ваш доклад, было интересно, потому что у вас такое ощущение, что вы сквозь всю организацию пронесли Асану и оставили частичку ее в каждом отделе, и это круто. Я вам скажу так, на первом этапе мы даже проводили внутренние презентации по функционалу Асаны, когда мы еще были на basic тарифе, мы попробовали ее, скажем, впихнуть всем, я не знаю, просто какое еще более слово другое подобрать, но проблема в чем, ну как, не то, что проблема, это больше достоинство Асаны, в том, что она настолько гибкая, если ты не поставишь конкретный отдел конкретного человека, сотрудника в какие-то определенные рамки, не дашь ему понятия о том, что этот инструмент тебе там важен, или без него ты не справишься, или он тебе очень поможет, ну, ничего не будет. То есть мы сначала попробовали его пронести, скажем, по всем отделам, но сейчас он где-то закрепился, где-то нет. Но на данный момент у нас уже есть некоторые идеи в плане, как новые процессы уже реализовывать с помощью Асана. Поэтому мы чем дальше, думаю, тем больше будем интегрировать его именно в свою логику. Да, конечно, когда вы промотируете внутри компании новое решение, то само собой, что вы можете сталкиваться с каким-то непринятием, стандартная история, отторжение. Но потом в процессе работы, конечно, со своими сотрудниками тоже нужно работать, нужно объяснять, зачем это, как это им поможет в работе, как их работа станет легче и эффективнее. Ну, в общем, это постоянный процесс, 100%. Но зато потом, когда люди привыкают и втягиваются в этот процесс, они сами оценивают весь тот кайф. Да, по-любому. Как Игорь заметил, палочка-выручалочка в своем докладе. Реально. Да, это круто. Спасибо большое коллеги за ваши презентации, за ваши доклады. Это реально та самая практика, те самые юзкейсы, которые реализованы в компаниях разного типа, разных масштабах. И этим, уверен, наш вебинар сегодняшний и ценят. То, что он дает практические советы и практические знания. Предлагаю перейти к нашему следующему блоку и посмотреть, что же там нас спрашивают. Так, дайте мне минутку. Мы пойдем по списку, по нашему чатику. После вопроса, который задавал Иван Юрченко по поводу того, как изменилась прозрачность закок, и Игорь ответил на него, достаточно развернуто, за что спасибо огромное. Следующий вопрос был от Александра Демидова. Он четко подметил, что либо Игорь у вас, либо Алексей у вас в списке были просроченные задачи. И задал резонный вопрос. Разве не нужно их отслеживать и устанавливать новые дедлайны? Что вы скажете на это? Как вы относитесь к просроченным задачам? Оно вас нет, а не триггерит? Да, спасибо за вопрос. Отличный вопрос. Как раз вопрос о прозорости тут тоже всплывает позознательно. Да, действительно, просроченные задачи есть, но просроченные задачи не из-за того, что кто-то их там вовремя не сделал, потому что у нас, в принципе, процесс закупки, он зависит от многих людей, и если кто-то тормозит этот процесс, его непременно подгонят. Тут больше вопрос о том, что, скорее всего, был переназначен тендер, были переназначены новые даты, и под эти новые даты нету дат под задачи новых, и поэтому даты еще не успели переназначить, скорее всего, тендеры будут выходить в следующем году, вот, или они уже будут не состояться уже в этом году, поэтому и задачи были просроченные, но хочу у вас уверить, что таких нюансов, как кто-то забыл опубликовать медицинскую закупку, или кто-то забыл подготовить документацию для тендера, таких случаев у нас еще не было, и надеюсь, не будет. Спасибо за вопрос. Спасибо, Игорь, за ответ. На самом деле ситуация бывает разная, все зависит от того процесса или проекта. Возможно, ситуация, когда задача просрочена, нет смысла ее просто передвинуть дедлайн, возможно, это нарушит следующую цепочку действий. Нужно сначала понять, а почему это все произошло, решить эту проблему, как-то реагировать, и потом только договорившись сообща двигать этот дедлайн, потому что, возможно, там что-то критичное, и просто тихонько переставить дедлайн, это явно не решение. Поэтому все индивидуально. Дмитрий правильно заметил, что Асана это гибкий инструмент, и он настраивается под разные нужды разных отделов процессов проекта. Пойдемте дальше. Давайте посмотрим, кто следующий. Также есть вопрос от Вадима Самойленко, который спрашивает, коллеги, возможно, офф-топ, но все же интересует вопрос, как отслеживать нагрузку отдела посредством Асана. Мы не упоминали этот функционал в сегодняшних докладах, но у Асаны есть функционал портфелей, где мы можем объединить какое-то количество проектов в единый портфель, чтобы быстро отслеживать статусы на каждом из них, и чтобы понимать общую ситуацию по всему портфелю проектов. И также в этих портфелях есть функционал Workload, Нагрузка, где мы можем устанавливать пропускную способность сотрудника, пускай это так будет сформулировано, где, например, мы указываем, что рабочая неделя сотрудника состоит из 40 часов, то есть 8 рабочих часов в день, и соответственно в каждой задаче во всех проектах, где мы меряем загрузку, мы устанавливаем кастомизированное поле с каким-то количеством часов, которое потребуется на выполнение данной задачи. И когда все эти поля заполнены, на графике Workload мы видим загрузку сотрудника сквозь все проекты, соответствующие его пропускной способности. то есть если у него в один день 8 рабочих часов, а задач на этот день поставлено на 12 часов, то менеджеру будет алым цветом маяковать на графике, что тут явно overload, явно перегружен сотрудник, нужно что-то сделать. И там вы можете либо переносить эту задачу по таймлайну на другую дату и таким образом разгрузить сотрудника, либо переназначить задачу на борде, переназначить задачу на другого сотрудника, если у него есть релевантные скиллы и он соответствует компетенциям, чтобы выполнить данную задачу. Но суть в том, что эта визуализация помогает вам увидеть, какая загрузка ваших сотрудников. И это очень полезный инструмент. Также можно использовать дэшборды или репортинг, где выбирать показатель рабочие часы или часы, потраченные на выполнение данной задачи и строить графики по ним, графики по сотрудникам, по задачам и по часам, которые необходимо потратить на выполнение данных задач. И таким образом тоже оценивать загрузку сотрудников. мое мнение, то есть тот опыт, который я знаю, таким образом нужно реализовать. Давайте поговорим о следующем вопросе от фанки-манки, креативного человека, судя по всему. Можно ли интегрировать Asana с BI-системами? Я дам базовый ответ. У Asana есть родные интеграции с такими BI-системами, как Tableau и Power BI, но они стартуют с определенного тарифного плана, но также вы всегда можете использовать Asana API для интеграции с любыми сторонними системами, что в принципе и сделала команда Медзакупок Украины в лице в том числе Алексея. Алексей, если можете пару слов на эту тему. Да, интегрировать можно с BI-системами, все очень просто, через API собираются данные и дальше делается, что хотите. Круто, спасибо. Уверенно, лаконично, значит, действительно, все достаточно просто, что тут объяснять. Что еще нужно быть программистом немножечко? Ну, либо и немножко программистом, 100%. Давайте перейдем к следующему вопросу. Артем Шпилько спрашивает. Скорее всего, Дмитрий, вопрос адресован вам, судя по таймингу, как он был написан. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, сколько человек у вас в отделе разработки и сколько из них юзают Asana? Значит, в отделе разработки у нас четыре человека удаленно работают и еще у нас есть компания, скажем, аутсорс-компания тоже услугами, которые мы пользуемся. Понятно, как бы с нашими людьми мы им сказали, вот так работаем, объяснили правила, кто за что отвечает, кто что должен делать. в плане, скажем, взаимодействия с какими-то аутсорсными компаниями это не является проблемой, главное, чтобы сама аутсорсная компания была не против и, скажем, поддалась или согласилась на определенную модель взаимодействия. В любом случае, скажем, выигрывают все, потому что Asana позволяет давать доступ, даже есть, скажем, классификация пользователя, такая как гость, то есть даже если надо взаимодействовать с какой-то другой компанией, вы даете доступ как к гостю, тоже можно по правилам, можно по определенным шаблонам настроить, договориться и, по идее, все будет работать. Но тут больше вопрос о человеческом взаимодействии, то есть чтобы человек выполнял то, что от него требуется. Но как бы с помощью Asana на человека уже меньше обязанностей возлагается и все достаточно последовательно и логично. Да, Дмитрий, спасибо за ответ. Добавлю, что действительно вот эти бесплатные гости, которых можно добавлять в Asana, с которыми можно работать совместно над проектами, это очень полезный функционал, потому что аутсорс, партнеры, клиенты, вы вместе с ними можете работать в едином пространстве и координировать всю вашу работу и это крутая возможность. Когда реализуем проекты для наших клиентов по разным продуктам, по разным направлениям, мы всех приглашаем в Asana и таким образом формируем вот эту прозрачность в наших отношениях. Клиент видит, что мы делаем, когда мы делаем, где мы сейчас на компетном этапе. Нам не нужно оформлять это в какую-то регулярную презентацию. «Вот, пожалуйста, ты в нашем рабочем пространстве будь всегда в курсе того, что происходит и где мы сейчас есть». Также с аутсорс тоже есть определенные работы, которые мы даем на аутсорс и вместе координируем все задачи в Asana. То есть работа со всеми на одном уровне это очень полезно. вопрос от Ивана Юрченко, который спрашивает, если есть какой-то баг со стороны Asana, уточняет, как быстро исправляется? Коллеги, были ли у вас такие случаи, что Asana сборила или что-то в этом роде? Молчи. Я хотел бы взять слово. За больше года использования был, наверное, за все время один баг, который на производительность не влиял. Достаточно быстро его решили. Мы послали заявку через нашего прошлого вендора на Head of Asana. Я думаю, буквально ошибка была больше скорее всего багом после нововведения. Решили ее буквально за день, если я не ошибаюсь, за день и полтора. Она была решена, потому что нужно было писать в доу-молисе. В принципе, вообще в 20-молисе. коллеги, здесь? А, это мы Игоря потеряли, наверное? Ну, скорее всего, что-то у Игоря сетью, но ничего, он к нам вернется. Немножко добавлю. О, Игорь вернулся. Игорь, вернусь. Да, теперь проблема. Еще раз повторю, не знаю, что слышно было, что не слышно. За все время был один небольшой баг, который решили очень быстро обращением кодов из Асана. Буквально за день этот баг был решен, за день, за полтора. И других недочетов системы, каких-то багов не видели, не слышали. В принципе, все достаточно стабильно работает. Спасибо большое, Игорь, за ответ. Немножко добавлю. Да, Асана это облачное решение, Software as a Service, и в принципе Асана построена на достаточно, недостаточно, а реально масштабированной инфраструктуре, то есть по сути каких-то там падений либо простоев не бывает. Что касается функциональной части, Асана ежемесячно выпускает какие-то новые релизы, обновления либо существующего функционала, либо добавляет новый функционал. И там, да, иногда он бывает в бете, и он может быть не прям полнофункциональный, но та часть, которая выпущена, она уже уверен протестирована и работает как надо. но если вдруг у клиента будет ситуация, когда что-то не работает, то либо на прямую вендору, либо через нас как партнера обращайтесь в поддержку и все решается достаточно быстро. Давайте, коллеги, перейдем к следующему вопросу. Активная публика, это приятно. Владислав спрашивает, будет ли информация касательно репортинга, как выстраивать дашборды в Asana, как проверить эффективность девов, команды при помощи Asana. Дмитрий, попрошу, если можете ответить вы, потому что это кейс близкий к тому, что вы рассказывали, и насколько я знаю, репортинг вы же тоже используете. Насчет репортинга, то есть есть отдельно дашборды, под проекты, которые непосредственно под сам проект выставляются, в котором можно отслеживать всю информацию, которая происходит с задачами внутри проекта. А есть репортинг в плане как фича отчетов, в которой можно уже агрегировать какие-то данные из уже созданных проектов на людях, которые там производятся. То есть суть в чем? Когда мы используем дашборд по проекту, мы видим информацию, которая находится внутри проекта. Когда мы используем репортинг, мы можем, если не ошибаюсь, прям те же самые данные, которые есть в дашборде, вытягивать просто его в чарт репорта просто в разрезе проектов. Как бы дополнительно тут особо сказать нечего, но можно расширять вообще сам функционал и сами метрики в плане количества вводя новые какие-то сущности как кастомные поля. То есть благодаря кастомным полям можно определять отдельные статусы, отдельные свойства какого-то конкретного, какой-то конкретной задачи на каком-то конкретном проекте и благодаря этому можно потом что в репортинг вытянуть эти данные за определенный период что в дашборд. Единственный нюанс о котором я не сказал на моменте презентации того как мы делали в дашборде не знаю возможно это минус возможно плюс возможно это просто нюанс как бы под каждые потребности по-разному это то что там нельзя задать определенный период за который ты хочешь собрать информацию то есть именно указать я вот хочу сначала там лето до там начала зимы типа собрать то есть такого нет то есть ты на каждый чарт выставляешь фильтр и в фильтре ты указываешь значение о том вот я хочу там за последнюю неделю за последний день за последний месяц то есть по текущий день как бы это единственный нюанс и тут уже зависит от того достаточно ли вам будет этой информации на текущий день то есть актуализированной либо вам нужно будет в разрезе какого-то периода это делать то есть если в разрезе периода как бы может Виталий подскажет какой-то функционал но нет ответа ну вы правы что сейчас выбирается какой-то отрезок день неделя месяц и так далее но Asana работает над улучшением функционала и в скором времени будет то что вы Дмитрий говорите чем мне нравится дешборд и репортинг то что вы можете работать со всем контентом и со всеми параметрами которые есть у вас на проекте секции колонки задачи каждая задача имеет там своих исполнителей свои кастомные поля типа статусы параметры и тому подобные вещи какие-то числовые штуки возможно бюджеты время потраченное на задачу и вот с этим всем используя эти параметры вы можете строить графики различные чарты круговые диаграммы числовые суммировать среднее выводить в общем выстраивать себе как раз тот онлайн дешборд онлайн аналитику которая в любой момент когда вы перейдете на страницу дешборда вы увидите 10 графиков которые вы для себя построили и они будут показывать ту самую актуальную информацию на сейчас что происходит на вашем проекте либо на вашем процессе и даст вам моментально какую-то четкую информацию куда нужно обратить внимание куда нужно перейти что нужно сделать как отреагировать на данную ситуацию спасибо большое Дмитрий что помогли с ответом на данный вопрос давайте пойдем дальше ремпрем спрашивает дмитрий финансовый отдел на момент подтверждения каких-то незапланированных затрат о том когда поступает какая-то заявка и определенный ответственный человек должен ее подтвердить и в дальнейшем она пойдет по разным секциям по разным ответственностям то есть на данный момент это только в IT отделе но скажем благодаря Asana оно не ограничивается никакой конкретной областью ты как ты придумаешь как ты сможешь его реализовать так оно и будет работать я хочу Виталий с вашего позволения сделать некоторую отсылку я заметил один комментарий Артем Шпилько задавал он там несколько задавал и он связанный чуть-чуть именно с правилами то есть он спрашивал как можно настроить Asana чтобы отслеживать работу команды в связке отдел разработки отдел тестирования мы пытались скажем реализовать на двух разных отделах взаимодействие но это было это были коммерческие процессы суть в чем мы создали два проекта проектом закупки о том чтобы который закупает определенные материалы и проект коммерции который в себе имеет какую-то воронку какие-то этапы по которому проходит процесс заказа на конкретного клиента то есть клиент пришел захотел что-то купить у нас этого нету в наличии и соответственно отдел закупок должен узнать ага вот этого нету в наличии клиент хочет купить надо срочно заказать как бы для этого можно использовать функционал правил именно на два разных проекта и на каждом проекте по отдельной секции секция в которой обозначает переход на другую воронку то есть если это разбить по воронкам у нас есть две воронки воронка там образ на закупок воронка в образ на коммерции правилами можно настроить о том что когда какой-то процесс какая-то задача попадает в конкретную секцию, мы можем ее переместить в другой проект, в какую-то конкретную секцию. И когда у нас задача уже попала в эту секцию, она автоматически перемещается в тот проект и уже проходит поворонки по процессам того отдела, чей проект она попала. И так же сам она может вернуться назад, и в этой связке, в принципе, можно задействовать несколько, скажем, отделов. То есть тут уже все от логики зависит. Но такие простые моменты, так как перенос задач между проектами автоматически можно. Дмитрий, спасибо за ответ. Да, перенос задачи в зависимости от какого-то измененного параметра или передвижения задачи по другому проекту может либо перенести, либо продублировать задачу в какой-то другой проект, который продолжает цепочку, но уже за который ответственный другой департамент, отдел направления. Спасибо, кто заметил. Я действительно пропустил вопрос. Спасибо, Дмитрий, что обратили внимание, ответили на него в том числе. Давайте перейдем к следующему вопросу. Евгений Гунин пишет, сколько различных метрик можно измерить дешбордами. Измерить дешбордами можно все, что есть в вашем проекте. Как я уже говорил ранее, включая секции, где он находится, включая те параметры, которые указаны в каждой из задач, то есть ответственные, все можно мерить. Дешборды на проекте строятся до 15 различных графиков на одном проекте, поэтому этого более чем достаточно для того, чтобы у вас был быстрый доступ к исчерпывающей аналитике по вашему процессу либо проекту. Следующий вопрос, Тетяна С. Запитание до всех спикеров. А. Как вы делаете задачи? Какие критерии? Какий средний час выполнения? Я начну. Все очень индивидуально. Все зависит от того, что это за проект или что это за процесс и какая его цель, и как вы его планируете координировать, чтобы это было эффективно. Поэтому какого-то правила нет. Все зависит от того, как вы себе это видите. И потом, если вы настроили изначально по какому-то одному видению, и дальше в процессе вы видите, что есть смысл внести какие-то изменения, вы можете внести эти изменения и улучшить данный процесс с точки зрения координации. Поэтому все очень гибко. В зависимости от того, для кого этот проект, какая его цель, кто будет в нем работать, и как это все настраивается под необходимость. Коллеги, Игорь, Алексей, Дмитрий, если у вас есть что добавить, прошу дополнительное. Я могу право слов добавить. Я хотел бы додать, запитанием украинского, я хотел бы додать, что мы задачи, в основном по принципу agile, по принципу стран, то есть у нас есть этики, у нас есть stories, у нас есть тазки. Тетяне С рекомендую почитать это детально, в целом, чтобы она, в принципе, для себя больше информация, и, в принципе, это достаточно такая, в целом, метрика, stories, story points и так далее. И, в принципе, это можно почитать в интернете, это будет очень хорошая вещь для ее ведения задач. Спасибо, Игорь, за мной погодится, потому что лимитов нет. И последнее питание. Чего вам бракуя в Астане? Колеги, чему вам бракуя в Астане? Игорь, можемо с вас начать? Мы требуем более широко АПИ. Нам даних всегда мало, у нас политика такая, накопиченная, завжди даних, и нам даних всегда мало. Чем больше даних, тем больше инструментов мы можем делать. Поэтому, как для меня, как для Олексея и для нашей команды, это, наверное, одна из основных таких домов, которые мы ставили до продукта. По-другому, думаю, если будет АПИ, будет все инженер. Широк АПИ. Спасибо, Игорь. Мы будем работать над этим, чтобы было ширше. Дмитрий, возможно, у вас есть что добавить? Да, спасибо за вопрос. Как бы я уже обращал внимание на этот момент, о том, что вот нету в дашбордах и в репортинге конкретного возможности указать период, за который будет оцениваться задача, оцениваться данные по проектам и задачам. Если бы была это, скажем, функционал, этот функционал, если был бы реализован, и если он будет реализован, это очень удобно для того, что тебе не нужно будет выгружать эти данные или собирать их в каком-то другом месте для того, чтобы проводить аналитику в разрезе какого-то конкретного периода. Это позволит использовать инструмент, такой как Асана, ну, скажем, более расширенно и не вдаваться, скажем, в использование чего-то еще. В принципе, так больше нечего сказать. Но наши потребности на данный момент пока отвечает тот функционал, который есть. Спасибо большое, Дмитрий. Понятно, что нет идеального решения, нужно к этому стремиться. Поэтому будем и мы со своей стороны влиять на это, чтобы, ну, и Асана сама, конечно же, это делает очень уверенно, добавляя функционал, улучшая его. Поэтому все будет уверенно. Давайте перейдем к следующему вопросу. RamPrem пишет, можно использовать формы для обращений клиентов, кто их может заполнять. Но тут сразу наш слушатель Александр Демидов ответил, что формы доступны всем, там авторизация не нужна, при заполнении не нужна. Это абсолютно правда. Вы, когда создаете форму, вы ее просто там вывешиваете куда-то на публичную платформу, либо для ваших сотрудников, либо если она предназначена для каких-то новых обращений куда-то на ваш сайт, например. И этот человек переходит по ссылке на форму, заполняет ее и отправляет как раз в ваш проект. Поэтому это удобный инструмент, если вы там собираете лидов с сайта. Как Дмитрий показал, используйте формы для IT-хелпдеск, чтобы не пускать всех сотрудников в ваш проект, а четко установить форму обращения с теми параметрами, которые необходимы службе IT-хелпдеска, чтобы правильно идентифицировать проблему и, соответственно, решить ее. Еще и Дмитрий использовал разветвление, потому что в зависимости от начальной проблемы, которую выбирает сотрудник, у него идет другое продолжение. Он должен заполнить немножко другую информацию, уже касающуюся этого типа проблем. Поэтому функционал удобный и есть смысл его использовать. Давайте следующий вопрос. М.Ги пишет Добрый день. Возможно, уже был такой вопрос, тем не менее. Имеются ли у вас шаблоны проектов, созданных и выполненных в Асане от начала и до конца с учетом возможных человеческих ошибок, как шпаргалка? Давайте подумаем. Возможно, уже был такой вопрос, тем не менее. Имеются ли у вас шаблоны проектов, созданных и выполненных в Асане от начала и до конца? То есть подразумевается, что вы начали работать над каким-то проектом, вы его закончили, сделали какие-то, насколько я понял, сделали какие-то выводы, улучшили его, сохранили в шаблон и потом используете для всех повторяющихся проектов подобного типа. Ну, это как я понял. Возможно, коллеги, вы поняли по-другому, если есть что ответить. Да, давайте начну. Есть, конечно, шаблоны. Тот дашборд, который я показывал по трекингу закупок, он является достаточно шаблонным. Дашборд по прошлому году можно будет посмотреть, улучшить его. В принципе, мы этим собираемся заниматься и уже работать с новым шаблоном. Также я вам показывал таймлайн по вакцинации. Мы его используем в качестве презентационного материала или материала для того, чтобы новый сотрудник, который занимается проектами хаймлайном, смог ознакомиться с концепцией, смог правильно это все организовать у себя в таймлайн дашбордах. Спасибо, Игорь, за ответ. От себя добавлю, что в Асане вы можете настроить, если у вас есть повторяющиеся либо однотипные проекты, вы можете наполнить его всем необходимым дизайном и параметрами, которые необходимо будет текать, когда вы идете по проекту от начала до конца. И этот шаблон вы можете сохранить в Асане, и следующий сотрудник, который будет создавать подобный проект, он может создать создать в Асане прямо из шаблона. И тогда Асана вам поднимет новый проект с нужными параметрами, с нужными кастомными полями, с нужной автоматизацией, с нужными секциями и так далее. То есть все то, что вы заложили в шаблон, все поднимется в ваш новый проект. В Асане можно создавать шаблоны и можно создавать вернее шаблоны проектов и шаблоны задач. Это все сделано для того, чтобы уменьшить вашу ручную работу. Все время по-науму наполняется например одной тоже. Не есть эффективно, поэтому придумано вот такое решение. Коллеги, вопросы закончились, но я считаю, что было очень продуктивно, вопросов было много, значит вы засыпили нашу аудиторию в хорошем смысле, и ей было интересно, люди задавали вопросы. Значит это актуально, значит это нужно. Давайте перейдем к самой интересной, хотел, все части самое интересное, но это прям такая интригующая, потому что у нас же есть подарки, это пауэрбанки и свитшоты для наших самых активных телезрителей, давайте выберем Дмитрий, Игорь, Алексей, надеюсь, Игорь с нами не отвлекся никуда, но к Игоря выбор будет у нас третьим. Дмитрий, выберите, пожалуйста, вопрос, который вам больше всех понравился, и мы этого человека запишем себе на карандаш и обязательно выдадим подарок. Окей, хорошо, спасибо за такую возможность. Это вопрос, который я выбрал, я к нему специально вернулся, так как мы его сначала пропустили, но он очень, скажи мне, такой родной, понятный, близкий, я понимаю суть вопроса и, возможно, ситуацию человека, который его задал, это Артем Шпилько с вопросом о том, как реализовать работу команды в связке разных отделов. Принято, мы записали, спасибо. Алексей, ваш выбор? Да, я выбрал вопрос Александра Демидова, который спросил, а почему в списке просроченные задачи, разве не нужно их отслеживать, устанавливать новые дедлайны? За наблюдательность ему 5 баллов. Ну, круто, правильно, надо бдить. Спасибо за ваш выбор, подарок найдет своего получателя, и, Игорь, ваш черед, ваш любимый вопрос. Мы любим запитания Ивана Юрченко. Скажите, пожалуйста, изменилось по закупиванию с введением IT-послуг. Это, на мою думку, один из них интересного вопроса, интересного вопроса. Перенаправляю Ивана Юрченко. Витаю вас. Чудово. Маємо третьего переможця. Колеги, я буквально еще один слайдик пошарю. У меня тут админ говорит, что надо это сделать. Сейчас, секунду, секунду. Все, надеюсь, всем видно. Так, уважаемые победители, пожалуйста, напишите письмо на наш e-mail адрес hello.cloudfresh.com С требованием отдать подарки. Как только мы получим от вас письмо, мы сразу же с вами договоримся о том, куда их доставлять. И в первую очередь вот такой запрос и нужен для того, чтобы с вами связаться и договориться, а куда же вам отправить эти прекрасные подарки. Будем ждать. Не стесняйтесь, пишите. Подарки реально хорошие, вам понравятся. Хорошо, коллеги. По-моему, отличный вебинар у нас получился. Очень содержательный, интересный и контентом, и вопросами, и достаточно интерактивный. Что не может не радовать, потому что, когда ты просто говоришь в пустоту, стараешься, тем более, то хочется получать возврат этой энергии, отдачу. И когда она есть в виде таких прекрасных вопросов, в виде, в принципе, такого интерактива, мы с вами очень хорошо сегодня поговорили и обсудили Асану и то, что в ней и около нее крутится, это было эффективно и было интересно. Мне очень понравилось. Вам спасибо огромное. Спасибо огромное, уважаемые спикеры, спасибо огромное, уважаемые зрители. Если вас заинтересовала Асана, если у вас есть какие-то вопросы, которые вы, возможно, не успели задать, возможно, мы их не полностью раскрыли ответы, пишите нам в CloudFresh, используйте почту, чат на YouTube по ссылке, формой. Обращайтесь к нам, звоните нам, мы обязательно вас проконсультируем, расскажем, поможем советам и действиям, как лучше настроить Асану, как ее настроить в зависимости от тех требований, от тех проектов и процессов, которые у вас есть. У нас достаточно много экспертизы и знаний и опыта, как это делать для абсолютно разных бизнесов и абсолютно разных функций. Поэтому обращайтесь, будем рады. Всем огромное спасибо. Реально, мне очень понравилось. Надеюсь, и вам тоже. Все, коллеги, всем спасибо, всем хорошего вечера и крутой продуктивной недели, еще немножко и будет Рождество, еще немножко и будет Новый год, а потом снова Рождество, зависит от того, в какую церковь вы ходите. Всем спасибо, всех с наступающими праздниками, увидимся. Пока-пока. С наступающим. Спасибо, спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok